Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Это мы сейчас соус делаем? Да. Это мы будем делать соус. 29 июня. День Тихона. Назван в честь святого отца Тихона, чудотворца и епископа Амавфунтского. Тихон взял на себя великий труд, отвращая от местных жителей от языческих заблуждений и приводить их к познанию Христа Бога. В этом труде помогал ему Господь. Исторгнув от власти дьявола словесное стадо, святитель привел его в ограду православной церкви, обратив козлов в овец Христовых. Тихон уничтожил также вокруг Амавфунта идолов, а храмы, как жилища Бесовские, он искоренял и разорял. Существовало поверье, что сегодня заканчивается молодое лето и начинается зрелое. Говорили на Тихона, и солнце тише идет, и птицы в этот день не поют, кроме соловья и кукушки. Считается, что у земли в этот день самый тихий ход, и это научно доказано. Кстати, в народе считали, что молитва Тихону поможет уменьшить зубную боль. Сегодня рекомендовали собирать лекарственные травы. Снадобья, приготовленные на их основе, будут целебными. Сегодня выполняли такой обряд. В полночь непорочные молодые девицы полностью обнажались и оббегали грядки своих огородов. Мол, это помогало защитить посевы от болезней и вредителей. Приметы. На день Тихона все в природе затихает. А заправлять мы будем маслицем? А заправлять мы можем маслицем, можем мы соком лимона. То есть здесь у нас очень много различных будет майонезиков. Мне за яблоко принять? Геннадий Петрович, а какой предпочтительный? Красный, зеленый? Лучше всего зеленый, потому что зеленый зимой больше всего сохраняет биологических и сильных вещей. Отлично. Кстати, вы знаете, вот этот салат, это прям для меня. Почему? Ну, потому что я мясо не кушаю, а вот именно вот такая вот растительная пища, такого здорового, в здоровом своем состоянии, это прямо то, что мне нужно. Я уже даже предвкушаю, как это будет вкусно. Ножичек у вас есть, это очень хорошо, потому что здесь, как мы говорили, содержатся аминокислоты, которые нужны нашему организму. Если человек мало употребляет мясо, то они будут в какой-то степени его дополнять. И самое важное, потихонечку, не порезается. Да, кстати, мы еще вот такое, вот смотрите, что... Вы сейчас скажете, что это надо кушать. Да, оказывается, оказывается, смотрите, что... Нет, я знаю, что там калий много в семечках. Она всего-то выбрасывает. Ну, это для программы, а дома я семечку скушаю обязательно. В семечках содержится масса полезных веществ, и червячок в первую очередь... У меня только вот это остается. У меня вот это остается все время от яблока, вы знаете, дома. Хорошо, нарезаем. Ну, здесь-то я не дома. Нарезаем. Так, теперь я еще нарезаю. Теперь я нарезаю листья сердерея. Вот. Так, есть. А, какой дух идет, кстати. Мы опять же натираем на крупной терке, да, яблока? Можно натереть, да, действительно, на крупной терке. Вместе с кожурой. Лучше всего с кожурой, потому что в кожуре содержатся еще микроэлементы. И мы думаем, что полезна самая мякоть. Нет, на самом деле больше всего пользы это в кожуре и в косточках. Ну, а вот какие сейчас могут быть яблоки, вот скажите? Во-первых, уже... Яблоки и яблоки. Да, как они хранятся зима? Выбирайте нашу семеринку, зелененькие яблочки, потому что они самые полезные, самые нужные. А те, которые привезены из-за границы, конечно, их лучше всего не выбирать. Натираем, да? Молодец. Ну, возвращаясь к сердерею, что я могу еще сказать про него? Сельдерей обладает успокаивающим действием, кстати. Да вы что? Да, после конкретно. Никогда бы не подумала. Вот, а он, оказывается, обладает успокаивающим действием. А как же вот... А, ну, смотри, какая часть, наверное, потому что если здесь эфирные масла, он, наоборот, должен... Нет, он будет все из зеленой части растения обладать успокаивающим действием, поэтому его можно использовать для лечения различных нервных расстройств, возбуждений. Очень хорошо сельдерей включать в меню с сахарным диабетом. Помимо этого, он улучшает еще водно-солевой обмен. Хватит чистить. Хватит. Я прям так увлеклась. Много, наверное, да? Поэтому особенно рекомендуют его пожилым людям. Вот. Да, и, кстати, яблочко, действительно, яблочко, как сладкая часть, его должно быть побольше. Плюс здесь содержится и железо биологически активное. Поэтому такой салатик будет еще способствовать и кровотворению. А красота-то какая? Вот красная, рыжая, зеленая. Все это действительно поднимает настроение. У нас уже получилась основа нашего салата. И теперь можно к нему приготовить тот или иной соус. Но сначала давайте попробуем. А стоит ли это делать и какой соус лучше всего? Сладкий или, допустим, какой-то там горький или еще. Ну что? Ну, можно какой-то пикантности такой немножко добавить. А именно? Ну, не знаю, может быть, остроты какой-то, чего-то. А может быть, вот соус с чесночком, нет? Не пойдет? Соус с чесночком. Или сельдерею чеснок это вот. Сельдерею чеснок. Ну, в принципе, все это можно сделать. Хочется что-то делать. А может быть, лимончика капнем просто? Можно лимончика? Можно, мне кажется, лимончика можно капнуть сметком. Почему? Вот. Потому что у нас здесь получилось идеальное сочетание яблока, моркови и сельдерея. И это дало такой вкус сочный, что, в принципе, никакого даже майонеза добавлять не надо. Ну, не хочется портить, да. Можно его съедать так. Можно и так. Но можно сделать и, допустим, какой-то, так как у нас вкус-то, первоначально такой сладенький, мы можем немножечко сладкий ему сделать. Поэтому для этой цели мы возьмем лимончик один. Вот. Это мы сейчас соус делаем? Да. Это мы будем делать соус. Берем один лимончик и выдавливаем сюда его. Кстати, а вы знаете, что такое водно-сливый обмен? Вот вы когда говорили, мне это заинтересовало. И интересно, почему для пожилых людей, для молодых это не так актуально? Нет, это всем актуально. Водно-сливый обмен – это один из важных показателей работы организма человека. Если будет неправильно, слишком много, ну, будем говорить, скапливается воды, человек отекает. Если слишком мало, значит, он будет плохо себя чувствовать. 26-е лунные сутки. Второй день Икаташи. Энергетика этих лунных суток мощная, возбуждающая. Именно поэтому этот день считается критическим. Ни в коем случае сегодня нельзя сосредотачиваться на повседневных заботах. Лучше всего эту огромную энергетику направят на свое созидание. Например, на 24-х, либо 36-ти часовой голод. Пусть она обновит и очистит тело, а сознание успокоит. Кстати, сегодня сторонитесь суетливых, мелочных людей. Иначе они могут втянуть вас в ненужные разборки и испортят настроение. Что касается физической новорождки, то она должна быть спокойная и приятная. Погуляйте с приятным для вас человеком. Пообщайтесь о возвышенные темы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malaho Pro. Доброго здоровьица и до новых встреч!